Всем добрый день! Сегодня я предлагаю вам рецепт очень вкусного и полезного напитка. Это напиток со свёклой и свежими огурцами. Для этого прохладительного напитка вам понадобится свежие огурцы, сырая свёкла, апельсиновый сок, также сахар и лимонная кислота. Сахар и лимонную кислоту добавляйте по вкусу. Кроме этого понадобится охлаждённая кипячённая вода. Огурцы вымойте, срежьте кончики. Вместе с кожицей натрите на мелкой тёрке. Свёклу вымойте, очистите от кожицы, натрите на такой же мелкой тёрке. Чтобы получилось больше сока, добавьте чуть-чуть холодной кипячёной воды. Затем переложите огурцы на два слоя марли и тщательно отожмите. Берите такое количество огурцов, чтобы у вас получился стакан огуречного сока. Свёклу также выложите на два слоя марли и тщательно отожмите. Свекольного сока у вас получится примерно полстакана. Этого вполне достаточно, так как употребление одного стакана свекольного сока за один приём может вызвать очистительную реакцию, а именно небольшое головокружение или тошноту. Ингредиенты для вкусного напитка готовы. Теперь осталось перелить всё в кувшин. Кувшин у меня объёмом 1 литр. Выливаем огуречный сок. Свекольный сок. Добавляем апельсиновый сок. Как видите, есть ещё место, поэтому можно долить немного охлаждённой кипячёной воды. Теперь попробуйте напиток на вкус и положите по вкусу сахар и лимонную кислоту. У этого напитка кисло-сладкий вкус и обычно добавление сахара и лимонной кислоты не требуется, но тут уж смотрите по своему вкусу. И ещё, как видите, на поверхности напитка очень много пены. Так и должно быть. Уберите напиток в холодильник на 2-3 часа и за это время пена осядет. А что же делать с выжимками огурцов из свёклы, спросите вы? Переложите их в салатник, добавьте майонез, немного чеснока и соль по вкусу. И у вас получится очень вкусный салат. Вкус у салата почти такой же, как у свекольного салата с чесноком. Вот такой вкусный и полезный напиток получается из свёклы и свежих огурцов. Если мой рецепт вам понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, заходите в гости. Будет ещё много интересного. До новых встреч! Кстати, после приготовления этого напитка, руки и марлечка окрашиваются в бордовый цвет. Отмыть руки и убрать бордовый цвет с марли проще простого. Достаточно вымыть руки и постирать марлю в очень горячей воде. Свекольный сок смывается очень горячей водой.